Здравствуйте, мои дорогие зрители! Рада приветствовать вас на своем канале. На моем канале я буду вас обучать искусству бисерной флористики и бисероплетения. И первое мое видео будет по изготовлению спиннера. Данное устройство облегчает и ускоряет набор бисера и рубки. А сегодня мы будем его изготавливать самостоятельно. Для этого нам понадобится вот такая баночка с ватными палочками. Мы их убираем, они нам не нужны. Нам нужна только баночка. Подойдет именно вот такая баночка. Есть еще меньше размером, но пробовали мы делать, но неудобно. Вот смотрите, у нас здесь есть вот такие прожилки. И нужно нам срезать вот этот весь край. Можно начать кусачками. Вот такими. Потом кусачками. Края могут быть неровные, ничего страшного. Мы их в любом случае будем проклеивать скотчем, чтобы они нам не мешали, чтобы мы не поранились. Смотрите, мы срезаем. Берем именно вот такую баночку, не другую. Пробовали и брали баночку из-под йогурта, из-под сметаны. Не подходит ни одна, даже меньшего размера, такого же качества. Баночки от ватных палочек тоже не подходят. Вот смотрите, мы срезали. Вот осталась такая баночка. Теперь берем скотч. Можно широкий, можно узкий. Берем маленькими ножничками. И не надо нам отрезать длинные. Берем вот так коротенькие. И нужно обклеить нам края самой баночки, чтобы они все неровности закрылись. И так делаем по всей окружности. Потому что есть места, где срезалось неровно. Баночки из такого пластика, что они немножко трескаются. Поэтому скотчем мы заклеиваем все трещинки и все неровности. и заместим. Смотрите, что у нас получилось. В каждой баночке есть вот такие три отверстия. Их аккуратно заклеиваем клеем из пистолета, горячим. По чуть-чуть, чтобы нам их просто закрыть, чтобы бисер не высыпался. И даем остыть. Сейчас он остынет. Берем обычный фломастер. Можно даже с крышечкой. Он у нас пишет. Мы его портить не будем. Он нам пригодится. Нужно приклеить нам в центр. Мы его сразу увидим, потому что у баночки есть тут центр. Такая немножко возвышенность. Также отдавливаем туда клей. И приклеиваем наш фломастер. Ровно приклеиваем наш фломастер. Придерживаем, пока он остынет. Сейчас он должен застыть. Еще нам понадобится вот такая бусинка. Она может быть граненая, может быть круглая, как у нас вот жемчужная. 5-6 миллиметров, не больше. Так, лопастер сейчас у нас лучше приклеится. Переворачиваем нашу баночку. Капаем сюда немножко клея. И приклеиваем нашу бусинку. Вот, видите? Смотрите, как ёла получается. И даём время, чтобы клея у нас застыл. Так, это у нас всё застыло. Тут тоже. Сейчас я вам покажу, как он работает. Насыпаем. В данном случае у нас здесь рубка. Не бисер. Вот у нас зелёная проволока. Вот видите, кончик проволочки. Вот у нас кончик проволочки. Двумя пальчиками. Делаем вот так. Вот загибаем. Вот видите, получилось. Почти буквы, как у лебедя. Шея. Берём в правую руку. Это кто правша. Кто левша, берёт в левую. И крутим. Так, крутим по часовой стрелке. Смотрите, как быстро мы набрали без особого усилия. Вот столько рубки. Во-первых, не напрягается спина, не напрягаются руки, не устает спина. Мы можем выпрямить спину. Для изготовления цветов я набираю примерно по 3-3,5 метра рубки или бисера на проволоку. А потом начинаю их скручивать. Так работа идёт быстрее. Вот, смотрите. Недорогой и очень удобный спиннер. Спасибо за внимание. Встретимся в следующем видео.